Вот, и я с удовольствием представляю слово, так, сказал на что-то нажать, на что нажать, непонятно, но у меня ничего не нажимается, о, нажалось, да, профессору Юрию Овчинникову, сейчас он работает в Газпроме, до этого он заведовал кафедрой после дипломного образования в военно-медицинской академии, если я правильно понимаю, да, а сейчас просто профессор на этой кафедре. Пожалуйста. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Прежде всего я хотел бы выразить глубокую благодарность Павлу Андреевичу Воробьеву за то, что предоставил возможность выступить на Московском городском научном обществе терапевтов в стенах первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Это действительно большая честь для меня, это действительно знаковые стены, в которых приятно выступать. Уважаемые коллеги, тема, которую мы сегодня с вами рассматриваем, она крайне актуальна. И Павел Андреевич уже выступил, объяснил круг задач, которые стоят перед нами. Действительно, эта тема крайне актуальна именно в практической медицине. Я хотел бы подчеркнуть, что прежде всего в 2019 году исполнилось ровно 200 лет с того момента, как французский ученый Рене Теофиль Геоцинт Лаенек описал клинику тромбоэмболии, то есть то, которое мы сейчас поднимаем именно тромбоэмболии легочных артерий. Он описал геморргический инфаркт легкого и связал это с тромбозом вен нижней конечности. Я описал это как легочная апоплексия. И в принципе вот с этого момента и начинает путь изучения этой патологии. С одной стороны, патология достаточно проста, то есть эмболы, тромбоэмбол из вен попадает в круг легочной артерии, вызывает гемодинамические расстройства и приводит к достаточно печальным последствиям. Но при этом, несмотря на простоту патогенеза, с одной стороны, простоту, о которой мы еще с вами поговорим, мы понимаем всю сложность задач. Прежде всего, тромбоэмболия входит в тройку сердечно-сосудистых заболеваний наиболее распространенных, такие как инсульт, инфаркт и тромбоэмболия. По распространенности и по летальности самое главное. И самое печальное то, что тромбоэмболия является наиболее нераспознаваемым заболеванием. Это то заболевание, при котором нет, наверное, ни одного врача, который бы не допускал врачебные ошибки. Это очень серьезно. То есть 70% случаев правильный диагноз при тромбоэмболии устанавливается посмертно. Колоссальная цифра. И я хотел бы привести достаточно широко известные данные по эпидемиологии этого заболевания. которые у нас из рекомендации в рекомендации переписываются уже практически 20 лет. Но прежде всего, венозными тромбозами ежегодно погибает от тромбозов, от причин, связанных с тромбозом, одна десятая процента населения всего земного шара. И по данным фремингенскому исследованию, внутригоспитальная летальность от тромбоэмболии составляет более 15%. Причем более 80% этих случаев приходится на пациентов именно терапевтического профиля. И самое неприятное то, что при отсутствии лечения летальный исход составляет более 30%. Тогда, когда мы ее действительно диагностируем вовремя, то летальность удается снизить существенно, до 2-8%. То есть все зависит от того, насколько правильно мы можем поставить диагноз. Правильно и своевременно, самое главное. И самое главное то, что эта патология, она встречается все чаще и чаще с возрастом. Население сейчас во всех странах стареет, и, к сожалению, эта проблема становится все более и более актуальна. И самое главное, что у этого заболевания нет патагномоничных симптомов. То есть нет ни одного признака клинического, который бы сказал, что у этого пациента имеется тромбоэмболия. То есть 17% всех пациентов имеют типичную клинику. Это наиболее тяжелые пациенты, тогда как 83% всех больных, у них заболевание протекает асимптомно. У нас, к сожалению, отсутствует регистр учета этого заболевания. Почему? Потому что заболевание является даже не самостоятельной нозологической единицей, а это синдром, осложнение тромбоза. И как такового регистра в нашей стране не ведется. Мы можем только получить и экстраполировать данные европейские на нашу страну. Но если взять, например, Соединенные Штаты Америки, то около 300 тысяч смертей в год возникает в Соединенных Штатах. В нашей стране, если экстраполировать данные европейские, то около 90-100 тысяч новых случаев ежегодно возникает в нашей стране. По данным одного из наиболее крупных исследований, которое объединило 6 стран Европы и с общей популяцией более 450 миллионов человек, в 2004 году на долю генозных тромбоэмболей пришлось 70 тысяч смертей. И при этом среди всех умерших, это в Европе, в развитой Европе, диагноз был исходно поставлен только в 7% случаев. В 59% случаев соответствующий диагноз был установлен только при вскрытии, а 34% лектальных исходов пришлось на долю внезапных смертей, которые развелись до начала какого-либо заболевания. То есть колоссальные цифры, колоссальная летальность и колоссальные случаи недиагностированных случаев. И вроде бы как это исследование начала 21 века, 20 лет практически уже прошло, мы думаем, что должно быть лучше, но коррективу внесла пандемия коронавируса и инфекции. И если посмотреть количество случаев, которые возникли в реанимациях, то отмечается, что более чем 20% случаев госпитальных больных с коронавирусной инфекцией перенесли тромбоэмболические осложнения. Если сравнивать это с другими инфекционными заболеваниями, это более чем в 3 раза выше, чем при других инфекционных заболеваниях. И если посмотреть на реанимационных больных, то в реанимации раньше отмечалось 6-8% случаев тромбоэмболии. То есть колоссальный рост, то есть 3 раза рост данного заболевания при наличии новой коронавирусной инфекции. И не зря в новые клинические варианты проявления коронавирусной инфекции в классификацию вошли ДВС-синдром, тромбозы и тромбоэмболии, как одна из форм заболевания новой коронавирусной инфекции. Отчего это происходит? Вспоминаем триаду Верхова. Когда происходят тромбозы? При замедлении кровотока, при нарушении реологии крови и при поражении эндотелия. Основное проявление коронавирусной инфекции – это эндотелит, поражение внутренней оболочки сосудов. И, соответственно, эти пораженные участки тромбы садятся гораздо проще и гораздо легче. Если посмотреть на типы тромбозов по локализации, то 85% всех тромбозов приходится на нижние конечности. То есть тромбозы вен нижней конечности, прежде всего глубоких вен нижней конечности, приводят в основном массе к тромбоэмболии легочной артерии. Тромбоэмболия является частью венозных тромбозов, в которые входят как раз тромбоз глубоких вен и легочной эмболии. Это шерочка с машерочкой, которые идут в руку об руку. И если мы говорим одно, тромбоз вен нижней конечности, мы всегда подразумеваем тромбоэмболию. И наоборот, если тромбоэмболия легочных артерий, ищите тромбоз вен нижней конечности как минимум. Тромбозы верхних конечностей приводят к патологии гораздо реже, около 3,5%. И другие локализации тоже являются достаточно казуистическими. Длительное время существовала классификация тромбоэмболии по объему поражения сосудистого русла. Выделяли массивную, субмассивную и тромбоэмболию мелких ветвей легочных артерий. Подмассивные подразумевали поражение ствола или главных ветвей легочной артерии, при этом окклюзия более половины сосудистого русла. И как правило, сопровождается клиникой или шока, или гипотонии. Под субмассивно подразумевается поражение долевых и сегментарных ветвей легочных артерий. Процент поражения сосудистого русла достигает от 30 до 50%. И при этом нет клиники гипотонии и шока, но есть клиническая картина острой правожелучковой недостаточности. И тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии, она подразумевает под собой поражение менее 30% сосудистого русла. Как правило, это поражение сегментарных ветвей легочной артерии. При стабильном течении гемодинамики и, как правило, без признаков правой желудочной недостаточности. То есть те случаи, которые у нас, как правило, проходятся не диагностированы. В 2008 году Европейское общество кардиологов предложило подразделять на тромбоэмболии высокого и невысокого риска. Риска смерти. Причем в последующем невысокого риска был разделен на промежуточного и низкого риска. А в 2014 году это общество, общество кардиологов, в своих рекомендациях уже предложило отказаться от термина массивной тромбоэмболии и трактовать исключительно как тромбоэмболии высокого и невысокого риска. Это обусловлено тем, что при тромбоэмболии высокого риска не всегда наблюдается массивное поражение сосудистого русла. И наоборот, при промежуточном риске иногда бывает достаточно объемное поражение сосудистого русла при отсутствии гемодинамических нарушений. Об этом мы сейчас с вами более подробно поговорим. Хотел бы отметить клинические варианты течения заболевания. Существует острейшее или молниеносное течение, которое проявляется тем, что в течение нескольких минут у пациента развивается клиническая смерть. Или иногда уже окончательный летальный исход. Острое течение, которое характеризуется внезапным началом, сопровождается, как правило, загрудненной болью, одышкой, падением давления и признаками острого легочного сердца. Подострое течение не подразумевает под собой таких выраженных гемодинамических расстройств. Как правило, прогрессирует или право-желудочная недостаточность, дыхательная недостаточность. Может отмечаться клиника инфарктной мании, кровохарканье и другие неспецифические непатальмомические симптомы. А рецидивирующее течение, как правило, диагностируется у нас ретроспективно. То есть, когда мы или задним числом анализируем летальный исход, или когда мы анализируем сложный клинический случай, мы начинаем понимать, что, наверное, мы кого-то лечили не так и не тем. Выделяют основные факторы риска развития тромбозов. Выделяют факторы высокого риска, когда отношение шансов развития более 10, то есть наличие данных положений более чем в 10 раз увеличивает риск развития тромбозов. Это такие, как перелом нижних конечностей, госпитализация по причине сердечной недостаточности или фибрилляции, трепетание предсердий в течение предыдущих трех месяцев, протезирование крупных суставов, такие как тазобедренные или коленные суставы, обширная травма, инфаркт миокарда в течение предшествующих трех месяцев, ранние перенесенные тромбозы или повреждения спинного мозга. К умеренным факторам, когда отношение шансов от 2 до 9 относятся артероскопические операции на коленных суставах, аутоиммунные заболевания, переливание крови, наличие периферических венозных катетеров, проведение химиотерапии при онкозаболеваниях, наличие самого онкозаболевания, сердечная недостаточность, использование стимуляторов эритропоеза, гормональная заместительная терапия, экстракорпоральное оплодотворение, приема оральных контрацептивов, наличие беременности и послеродовый период, воспалительные заболевания кишечника, инсульт, тромбофлебит, тромбоферия. То есть этих признаков тоже достаточно большое количество. И слабые факторы риска, когда отношение шансов меньше 2, это иммобилизация в постели более 2 суток, наличие сахарного диабета, артериальной гипертензии, иммобилизация при длительном нахождении в сидячем положении, такие как авиаперелеты, длительные поездки в автомобиле. Старший возраст, лапароскопические операции, ожирение, беременность и варикозная болезнь. Но по большому счету то, что я перечислил, это является триггером, толчком, который послужил и причиной к развитию тромбоза. А причина лежит гораздо глубже. И причина лежит именно в тромбофилиях. Это та самая основа, первоисточник развития тромбозов, о которых Павел Андреевич выступал в самом начале нашего выступления. То, чем занимался Соломонович Баркаган как раз. Это изучение тромбофилии. Это наследственные причины, которые, как правило, выявляются у этих пациентов. И регистр РАИТ, это более 4,5 тысяч обследований на тромбофилию, положительный результат был выявлен практически у каждого третьего. У каждого второго из больных моложе 50 лет была выявлена тромбофилия, вне связи с наличием или отсутствием провоцирующего фактора. Причем без различий между первым или повторным тромботическим событием. И у половины пациентов с первым эпизодом не спровоцированной венозной тромбоэмболии обнаружится, по крайней мере, один наследственный фактор риска. Наиболее частыми причинами являются лейденская мутация пятого фактора, антифосфолипидный синдром и мутации в гене протромбина. Протромбин G20210A. И отдельно я хотел бы остановиться на контрацептивах. При обследовании женщин, которые перенесли тромбозы, было показано, что сочетание носительства гена тромбофилии, в частности гена лейденской мутации пятого фактора, повышает риск тромбоза в 4-7 раз. Используя контрацептивов, повышает риск развития тромбоза в 3 раза. А сочетание и лейденской мутации, и пероральных контрацептивов повышает риск тромбоза в 34 раза. Это не проценты. Это в 34 раза. Колоссальные суммы, колоссальные цифры. И хотел бы обратить ваше внимание, кто об этом говорит. Гинекологи об этом молчат, терапевты об этом или не знают, или забывают. Никто, никогда, ни одну женщину перед назначением контрацептивов не исследует на наследственном тромбофилии. И поэтому мы очень часто получаем, скажем так, очень серьезные клинические последствия у молодых женщин. Существует достаточно большая группа тромбофилий. Но это связано, прежде всего, с дефицитом естественных антикоагулянтов. Это антитромбин, протеин С, протеин С. Это как раз та система, через которую и работают оральные контрацептивы. Аномалия регуляторных протеинов. Это лейденская мутация пятого фактора. Это мутация гена протромбина. Это качественные аномалии фибриногена. Это дисфибриноген имия. Это мутация генов альфа, бета, гамма цепей фибриногена. Это дефекты фибринолиза. Это такие, как дефицит плазминогена. Высокий уровень ингибиторактиватора плазминогена. Различные мутации. Это гипергомоцистеин имия. Это мутации в гене имитериальной тетрагидрофалатредуктазы. Это дефектные гены тромбоцитарных рецепторов гликопротеинового 3А. И многие другие причины. С каждым годом количество врожденных тромбофилий или причин, которые вызывают тромбофилию, в новых генах увеличивается. И самое главное, мы не знаем, что с этим делать. Есть носительство гена. Надо лечить, не надо лечить. Надо какую-то профилактику проводить. Пока одному богу известно. То есть это колоссальная проблема в настоящее время. Но есть возможность по клиническим признакам заподозрить о том, что у пациента имеется тромбофилия. Какие же эти признаки? Это признаки в своей монографии изложили Игорь Николаевич Бокарев и Александр Павлович Медведев. К сожалению, в прошлом году он скончался от коронавирусной инфекции. Это два, скажем так, выдающихся специалиста, которые действительно положили очень многое на исследование причин тромбозов. Но какие признаки? Самоорождение. Это флуминантная пурпура у новорожденных. Возможно, наличие тромбозов как глубоких, так и поверхностных вен. Развитие тромбозов необычных локализаций. Это печеночные, почечные, мезонтериальные вены, вены мозга. Очень интересный симптом – это развитие некрозов кожи на фоне приема кумаринов. То есть на фоне приема варфарина развиваются некрозы кожи. А чем это обусловлено? Тем, что тромбоз вены, питающий определенный участок кожных покровов, на этом фоне как раз некрозы и развиваются. Достаточно неблагоприятное сочетание артериальных и венозных тромбозов тоже достаточно часто является причиной тромбофилии. Различные гинекологические проблемы или акушерские проблемы, такие как невынашивание беременности, это повторные выкидыши, это задержка роста плода, тяжелая преэклампсия, отслойка плаценты. И причем самое интересное, что сейчас в плане репродуктивной функции лучше всего женщин, у которых невынашивание беременности, которые не могут зачасть, помогают не гинекологи, а гематологи. Когда выявляют различные тромбофилии, антифосфолипидный синдром и грамотно подбирают антикоагуляторную терапию. И действительно они помогают многим женщинам стать матерью. Поэтому в этом тоже достаточно серьезный прогресс присутствует. Различные осложнения во время беременности, присутствие тромботической наследственности, тромбозы у ближайших родственников, формирование тромбозов без видимых причин, или возникновение тромбозов в тех ситуациях, которые обычными людьми достаточно легко переносятся. Это длительные поездки, как я уже говорил, беременность, прием контрацептивов, или же наличие тромбозов в молодом возрасте. Это все причины, которые заставляют нас задуматься и искать причину. Если посмотреть на клиническую картину, то была замечательная докторская диссертация Валентина Борисовича Яковлева, которая была в 1994 году. Он прекрасно описал клиническую картину, и мы сравнили, как изменяется клиническая картина за это время. Сравнили с европейскими рекомендациями и с собственным материалом. И получилось, что у нас триада признаков. Основная это тахипноя, тахикардия и одышка, которые встречаются в большинстве процентов случаев. Другие признаки, такие как боль в грудной клетке, кашель, кровохарканье, синкопальные состояния, тромбозы, лихорадка, цианоз встречаются гораздо реже. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот эти признаки, они были нами рассмотрены у пациентов с клинически подтвержденной тромбоэмболией. То есть это достаточно большой объем поражения сосудистого русла. А как протекает клиническая картина у пациентов, в которых тромбоэмболии ветвей мелких ветвей легочной артерии, к сожалению, это тоже достаточно большая задача и большая загадка. Потому что никто еще раз популяции вот так объемно пациентов не обследовал. Но перед тем, как искать тромбы в легких, надо искать прежде всего причину. Причина, как мы уже говорили, выше 85% касается вен нижней конечности. Поэтому прежде всего надо обращать на ноги. Если у пациента появляются спонтанные боли в области стопы, голени, при ходьбе, если появляются боли в икроножных мышцах, или когда выявляются симптомы хомонса, это боль в икроножных мышцах при изгибании стопы или при переднем сжатии, передне-заднем сжатии голени, это злитом мозоса, тоже должно нас заставить подумать о наличии тромбозов. Иногда мы можем выявить глазом или пальпировать тяжистость по ходу вены, когда мы именно сами тромбики можем пощупать. И, конечно, нас должна насторожить обязательно разность диаметра голени и бедер. Если разность составляет более полутора сантиметров, надо искать тромбоз. Для тромбозов верхней конечности также характерны отеки, верхняя конечность лица, шеи, цианоз кожных покровов и распирающие боли. Но, как правило, тромбоз вен верхних конечностей это случай ятрогения. Это постановка или пубитального катетера, или подключичного катетера, или еремного катетера, как правило. Но бывают и эксклюзивные случаи. И я хотел бы остановить ваше внимание на клинических случаях, которые, как правило, предшествуют тромбоэмболии высокого риска. Это те подсказки, которые, как Гензель и Гретта, бросают нам, врачам, чтобы мы искали истинную причину, на которую мы должны обращать внимание. У каждой, скажем так, тромбоэмболии, которая протекает молниеносно, как правило, в течение нескольких дней проявляются определенные симптомы, на которые ни сам пациент, ни врач не обратили внимания. Не бывает у нас ничего случайного. То есть обязательно должна быть какая-то причина, и должны быть какие-то предвестники. И вот к этим предвестникам относятся случаи повторных плевропневмоний. Сразу вспоминаем, когда у нас чаще всего возникают эти тромбозы. Тромбозы возникают чаще всего в жаркое время при обезвоживании. И мы всегда находим причину, что под кондиционером посидели, в холодном водоеме купались, еще что-то случилось. Возникла пневмония, назначили антибиотики. Через 3-5 дней пневмония рассосалась. Все хорошо, мы победили. Через месяц, раздавали пневмонию. Опять назначаем антибиотики, опять все проходит. А еще через какое-то определенное время пациент поступает тяжелейшей клиникой в реанимационное отделение. Потому что, к сожалению, не обратили внимания, что это было не банальное понимание, а это было инфаркт-пневмония или пневропонимония. То же самое касается быстропреходящих плевритов или сухих, или достаточно часто эксудативных. Отдельный симптом касается обмороков и коллапсов. К сожалению, когда тромб выскакивает, сосудистый русл легочной артерии, то не только сам тромб, а еще и идет достаточно массивный выброс биологически активных веществ, таких как серотонин, брадикинин, гистамин, которые приводят к резкому расширению сосудов и резкому падению артериального давления. Отсюда и происходит и шок, и коллапс. И, к сожалению, вот эти вещи, они иногда возникают достаточно кратковременно. Тромбик выскочил, сосуды расширились, пациент теряет сознание или, скажем так, в предобнорочном состоянии. А через 2-3 минуты все хорошо, все нормализовалось, и он идет дальше заниматься своими делами. Беспричинные или внезапные приступы, болей. За счет повышения давления, растяжения сосудов появляется болевой синдром. Беспричинная лихорадка. Самый страшный диагноз это лихорадка неясного генеза. И, к сожалению, очень часто инфаркт в пневмонии или же просто наличие самого тромбоза само по себе может вызывать повышение температуры тела. Одышка. Наиболее грозный симптом это и поражение и сердечно-сосудистой системы, и дыхательной системы, и какие-либо гематологические нарушения, в частности, они имелись другие. То есть, одышка всегда требует уточнения, почему она случилась. Проявление или прогрессирование сердечной недостаточности, или дыхательной недостаточности. Это тоже признаки, которые нас должны насторожить. Любая декомпенсация состояния должна быть выявлена причина. Если посмотреть на синдромы, которые встречаются при тромбоэмболии, то достаточно много. Это и острое легочное сердце, это инфаркт легкого, это хроническая легочная гипертензия, различные нарушения сердечного ритма проводимости, острая дыхательная недостаточность, церебральное расстройство, острая почечная недостаточность при коллапсе, как мы уже говорили, и клиника периферического тромбофлебита. То есть, практически все органы и системы могут проявлять себя на фоне тромбоэмболии. Это и дыхательная система, это и сердечно-сосудистая система, это и почки, это и головной мозг и так далее. А если посмотреть на дифференциальную диагностику, то есть, посмотреть на те нозологические единицы, с которыми нам необходимо проводить дифференциальную диагностику, здесь в пору за голову хвататься. Инфаркт, перикардит, сердечная недостаточность, пневмония, астма, хоббл, воскулиты, пневмоторокс, певриты, различные диффузные заболевания соединительной ткани, скелетно-мышечные боли и так далее и тому подобное. Заболевания, с которыми необходимо проводить дифференциальную диагностику, более сотни. Это все заболевания, которые сопровождаются болями в грудной клетке, это все заболевания, которые проявляются одышкой, это любые различные нарушения воскулитов. И мне очень понравилась фраза японских ученых, которые говорят, что о тромбоэмболии позволяет думать любое острое состояние, но ничто достоверно не доказывает, что ее нет. То есть любые заболевания, что инфаркт селезенки, что острый холецистит и все остальное, она требует дифференциальной диагностики с этим заболеванием. И получается так, что мы с вами стоим у разбитого корыта, то есть клинических патагноманических симптомов нет, клиника очень разнообразная, чаще всего клиника стертая, и что нам может здесь помочь наша инструментальная диагностика. Если посмотреть на электрокардиографическое исследование, то первый симптом это широко известный симптом Q3-S1 или на самом деле он называется синдром Макджина-Уайта. Они описали его в 1935 году и это на самом деле триада. Зубец Q в третьем отведении, зубец С в первом отведении и отрицательный зубец Т в третьем отведении, третьем стандартном отведении. Это вот полноценный этот симптом. Но к сожалению все изменения на кардиограмме они являются не специфичными это раз и выявляются как правило не более чем в 30% всех случаев. То есть по кардиограмме мы практически не можем поставить диагноз. А теперь обратите внимание какие изменения встречаются на кардиограмме. Отрицательные симметричные зубцы Т в отведениях В1-В3 сразу вспоминают передний перегородочный инфаркт миокарда. Подъем сегмента СТ в отведении третьей АВФ В1-В3 АВР нижний инфаркт миокарда передний перегородочный инфаркт миокарда. И до внедрения в широкую клиническую практику компьютерной томографии была лотерея угадаем или угадаем тромбоэмболия нижний инфаркт или еще какое-то состояние. К сожалению, очень серьезная проблема была. Блокада правой ножки пучка ГИСа внезапно развившаяся, появление П-пульмонали, смещение переходной зоны влево подведением В5-В6. И наиболее часто встречаются на самом деле синусовая тахикардия или другие пароксизмальные нарушения ритма, такие как фибрилляция предсердия или питание предсердия. И самое неприятное, что вот эти пароксизмальные нарушения ритма, они очень тяжело оккупируются медикаментозно. То есть они достаточно резистентны к проводимой терапии. И к сожалению, вот эти изменения, которые встречаются на кардиограмме, они, во-первых, встречаются не всегда, я уже говорил, не чаще, чем в 30%, а во-вторых, достаточно быстрая динамика. То есть если вовремя не сняли, мы можем эти изменения даже и не обнаружить у пациента через 2-3 дня. И самое неприятное, то, что все эти признаки электрокардиографические, они не являются патогномоничными. Это все признаки перегрузки правых отделов сердца. Чем нам может рентген помочь? Здесь тоже достаточно длительная история. Первый симптом описал Вистер Марк в 1938 году, когда он описал симптом объединения легочного рисунка, так называемой региональной олигемии. Это достаточно редкий симптом, он не более чем в 5% случаев, причем при тяжелых случаях выявляется. Помимо этого могут встречаться малоподвижные стояния купола диафрагмы и высокое стояние купола диафрагмы, различные от эректазы, инфильтраты легочной ткани, что характерно для инфаркт-пневмонии. И как раз именно инфаркт-пневмонии обусловлен симптом Хемптона, который описали Хемптон и Кастман в 1949 году. Причем они, когда описывали симптомы, они проводили патологоанатомическое вскрытие и постмортальное рентгенское исследование. Теперь вспоминаем, сейчас бы ни один этический комитет не пропустил такую научную работу, потому что по большому счету это было сравнение на трупах с последующим патологоанатомическим вскрытием. Но благодаря этому выявим вот этот интересный симптом. помимо этого мы можем выявить расширение теней верхней полой вены, выбухание второй дуги легочного конуса, на этом снимке не очень выбухает, или симптом пала, это симптом, который в 1983 году был описан, это расширение правой нисходящей легочной артерии. Вот здесь на снимке он тоже достаточно неплохо представлен у нашей пациентки и обобщил эти признаки рентгенографические флешнер. И эти признаки также являются непостоянными и малоспецифичными. То есть рентген по большому счету нам тоже мало что может дать. Палочкой выручалочкой скажем так стало наличие сцентиографии легких. Впервые Таплин и Вагнер в 1964 опубликовали свои работы по оценке легочной перфузии у пациентов с тромбоэмболией и в последующем этот метод занял свое достойное место в диагностике. Но наибольшей диагностической значимостью обладает не просто сцентиографией легких, а вентиляционно-перфузионной сцентиографией. Это когда вводим изотоп внутривенно и даем подышать человеку веществами содержащими изотопа. То есть мы смотрим как вентилируются легких и как на этом фоне кровослабжаются эти легкие. И при наличии дефектов кровоснабжения как раз вот эти зоны являются нам показателями того, что у пациента имеется тромбоз какого-либо участка легочных артерий. Это достаточно информативная методика, но к сожалению мы топически не всегда можем выявить конкретно. То есть топика здесь достаточно размытая. метод достаточно дешевый, относительно небольшая лучевая нагрузка, но к сожалению в настоящее время этот метод встречается в клиниках все реже, реже и реже, потому что изотопные исследования почему-то в последние годы сдают свои позиции. Достаточно серьезную информацию мы можем получить при проведении эхокардиографии. И здесь как раз мы выявляем прямые, вернее последние признаки перегрузки правых отделов сердца. Какие же это признаки? Это прежде всего увеличение правого желудочка, это увеличение соотношения правого желудочка к левому желудочку больше одного, обычно в норме левый желудочек всегда больше, чем правый, в данной ситуации наоборот. Это уплощение межжелудочковой перегородки, это расширение нижней полой вены, это признак так называемый признак 60 на 60, это сочетание времени ускорения кровотока, выносящем тракте правого желудочка, с наличием среднесистолической зазубрины и умеренного повышения, повышенного пикового систолического градиента регулки трикоспедального клапана менее 60 миллиметров, но более 30 миллиметров в ртутном столбе. Иногда мы кардиографически можем верифицировать подвижный тромб в камерах сердца, можем выявить сниженную апплитуду систолического движения фиброзного кольца, или же при тканевой доплирографии при лите снижения пиковой скорости движения фибринозного кольца трикоспедального клапана. Долгое время золотым стандартом диагностики тромбоэмболии являлась контрастная ангиопульмонография. Метод был разработан в 1938 году Робом и Стейнбергом, но честно говоря, работы были основаны на работе Вернера Форсмана, который в 1928 году на себе провел введение внутривенно уритрального катетера до правого предсердия. И в 1929 году он опубликовал свою работу. В те годы, в 1930 годы бытовало мнение, что любое введение народного тела в полость сердца вызывает неименуемую гибель. И Форсман отверг эту идею, за что ведущие специалисты клиники, а он трудился в клинике в Берлине, сказали, что данные опыта достойны только цирка, но это не место уважаемой лечебной организации. Форсман был изгнан из этой клиники. И только когда в 56-м годах американские исследователи уже взяли за основу опыта Форсмана и разработали методы катетеризации сердца и ангиографических исследований, и они настояли на том, что Форсман тоже присудили Нобелевскую премию. В 1956 году все трое были удостоены Нобелевской премии. Клиника из которой Форсман был изгнан в Берлине в настоящее время носит имя Форсмана. Это краткий исторический экскурс по данной ситуации. К сожалению, ангиография не рекомендуется пациентам с тяжелыми гемодинамическими нарушениями нестабильных пациентам, потому что во-первых, она увеличивает риск кровотечения и повышает риск смерти у этих пациентов. При этом исследовании мы можем выявить дефекты наполнения, обусловленные непосредственным тромбами, можем выявить полную обструкцию сосуда в виде ампутации сосуда или нарушения контрастов, контрастирования. Неспецифические признаки это такие, как симптом мертвого или подрезанного дерева, или деформация легочного рисунка, или отсутствие и задержка венозной фазы контрастирования. К сожалению, с учетом того, что метод является инвазивным, он не нашел широкого применения и применяется только в тех клиниках, которые обладают или, скажем так, проводятся оперативные вмешательства или когда стоит сложный диагностический случай. И в настоящее время золотым стандартом диагностики тромбоэмболии является спиральная компьютерная томография с контрастированным легочатой артерией, то есть спиральная компьютерная ангиопульмонография. И в настоящее время этот метод приобрел широкое распространение, особенно в постковидный период, когда достаточно большое количество ангиографов было закуплено. Чувствительность этого метода приближается к 100%. Специфичность также очень высока, более 96%. И при этом очень высокая отрицательная предсказательная ценность. к сожалению, этот метод не может выявлять мелкие поражения сосудов. То есть, то, что мы говорим или раньше говорили мелкие ветви легочных артерий. Поэтому сказать, что благодаря этому методу мы на 100% обезопасили себя, тоже не совсем, наверное, правильно. тромбоэмболия. И, конечно, когда мы говорим о тромбоэмболии, мы помним о том, что основная причина это вены, и обязательно необходимо проводить этим пациентам ультразвуковое исследование вен нижней конечности. В настоящее время это золотой стандарт. Раньше была флебография, но флебография также инвазивный метод, тем более сам контраст и достаточно часто вызывал флебиты. Поэтому неинвазивное вмешательство без введения каких-либо контрастов позволяет нам достаточно уверенно исключать тромбоз вен нижней конечности. Это и выявление самого тромба, это невозможность сжатия вены датчиком, это наличие нарушения кровотока в доплеродском режиме, как правило. Иногда мы можем выявить так называемые флотирующие тромбы или выявить усиление кровотока по коллатеральным венам. Если взять лабораторные показатели, то нет ни одного патогномоничного показателя биохимического лабораторного, который мог бы свидетельствовать о наличии тромбоза. Но палочкой выручалочкой явилось наличие исследований Д-димера. Д-димер это продукт деградации фибриногена. Он был исследован и открыт в 1970-х годах, активно изучался в 90-х годах и в настоящее время он нам служит палочкой выручалочкой. Почему? Потому что у этого метода очень высокая чувствительность от 96 до 99 процентов, но, к сожалению, крайне низкая специфичность, менее 50 процентов. То есть этот метод свидетельствует о том, что в организме есть тромбоз или что его нет. То есть у него высокая отрицательная диагностическая значимость. Если нет повышенного Д-димера, то достаточно уверенно можно сказать, что тромбоза в организме нет. Но если он повышен, это не значит, что у пациента есть тромбоэмболия. Вот такая дилемма. И в первых рекомендациях европейского общества и наших отечественных от 2014-го года была единая отрезная точка 500 микограмм на литр. То есть меньше 500 это норма, больше 500 это подозрение на тромбоз. В последних клинических рекомендациях существуют отрезные точки, нормализованные по возрасту и по клинической вероятности. Что значит по возрасту? Это возраст умножить на 10. В 50 лет это 500, в 60 лет это 600, в 70 лет это соответственно 700 и так далее по возрастающей. А клиническая вероятность это если у пациента нет ни одного клинического признака тромбоэмболии, то дедимер меньше 1000. Если же у пациента есть хотя бы один симптом тромбоэмболии, то отрезная точка составляет 500 микрограмм на литр. Вот такая плавающая цифра. И к сожалению я уже говорил, что этот маркер он очень неспецифичный. Огромное количество и заболеваний, которые приводят к повышению этого маркера. Это и воспаление, это и онкологические заболевания, это и различные операции, это и системные заболевания, в том числе и беременность. Ну и еще раз хотел бы подчеркнуть то, что у нас, к сожалению, крайне низкая выявляемость по клиническим признакам данного заболевания и крайне низкая выявляемость при использовании инструментальных методов диагностики. И это все заставило думать, как же нам выйти из этого положения. толчком к исследованию послужила работа Далина, которая в 1971 году при ангиографическом исследовании 367 пациентов, у которых подозревать тромбоэмболию, выявили тромбоз только у 87 пациентов. То есть крайне высокое подозрение, но крайне низкая выявляемость. Это заставило работать дальше и работа Далина и Альперта в 1975 она произвела просто взрыв. Когда при исследовании 630 тысяч случаев в год лишь у 163 тысяч пациентов диагноз был верифицирован. При этом выживаемость у тех пациентов, у которых была диагностирована тромбоэмболия, составила 92%. То есть чем лучше мы диагностировали, тем лучше мы лечим этих пациентов. А при невыявленном случае, в которых было 71%, летальность доходила до 30%. И вот это заставило пересмотреть отношения и поменять позицию, как же выявлять данные заболевания. И здесь толчком современного клиника тактического подхода послужило исследование ПАЁПИТ, которое было проведено в 1990 году, в котором была оценена клиническая оценка вероятности развития тромбоэмболии. И в данной работе было показано, что тромбоэмболия подтверждалась лишь в 33% случаев. При этом у пациента с высокой клинической вероятностью заболевания диагноз подтверждался в 68% случаев, а при низкой вероятности всего лишь 9% случаев. И причем эта вероятность была обусловлена не только квалификацией тех врачей, которые исследовали. Понятно, что чем выше квалификация специалиста, тем чаще и лучше он ставит диагноз. Но, к сожалению, это заболевание характеризуется тем, что нет ни одного врача, который бы не допускал ошибки при диагностике этого заболевания. И поэтому даже высококлассные специалисты, к сожалению, несмотря на все свои премудрости, несмотря на то искусство, которым они обладают, а диагностика этого заболевания действительно часто сравнение с искусством, к сожалению, ошибаются. И для того, чтобы нивелировать вот эту разницу между очень опытным врачом и, скажем так, начинающим с недостаточным количеством опыта, была предложена вот эта вот категория вероятности выявления не самого заболевания, а вероятность того, что это заболевание может быть у этого пациента. И первое правило прогнозирования вероятности тромбоэмболии на основе клинических критериев было разработано в 1995 году Филиппом Стивенсом Уэллсом. Своё правило он несколько раз пересматривал в 1998 году, в 2000-2001 году он увеличил группу клинических вероятностей, потом, наоборот, сократил их с 3 до 2, упростил свою версию и предложил свои критерии категории Уэллс, которых сейчас мы тоже с вами будем разрабатывать. И вот этот математический подход обосновывает возможность использования симптоматической диагностики на основании сочетания совпадений симптомов заболевания с формированием групп клинической вероятности. Каковы же алгоритмы оценки вероятности? В настоящее время в отечественных и в европейских рекомендациях существует две основные два основных алгоритма это алгоритм Уэллс, о которых мы только что говорили и алгоритм Женева. Существуют еще и другие алгоритмы это алгоритм ПОДОИ, ИМПРОВ, их несколько существует, но официально признанно в настоящее время только два. Здесь приведены клинические характеристики, которые входят в эти алгоритмы. Это если рассмотреть алгоритм Уэллс, то в него входит тромбоз или тромбоэмболии в анамнезе, оперативное вмешательство или иммобилизация в течение последних четырех недель, онкозаболевание, гемофтис или кровохарканье, тахикардия больше 100 в минуту, признаки тромбоза в глубоких вен нижней конечности и такая категория, как альтернативный диагноз менее вероятен. В алгоритм Женева входит возраст, наличие тромбоза в анамнезе, боли в нижней конечности, операция в течение последних месяцев, онкозаболевание, односторонняя боль в нижней конечности, кровохарканье или гемофтис и частота сердечных сокращений от 75 до 94 это 1 балл, если больше 95 баллов, то это 2 балла. И в зависимости от того количества баллов, которые мы получаем, соответственно, мы определяем две категории. Это низкая вероятность и высокая вероятность. Или тромбоэмболия маловероятна или вероятна. Но решающая прогностическая значимость этих таблиц немножко разнится. К сожалению, в алгоритме ТВЭЛС существует вот эта вот, скажем так, субъективная категория альтернативных диагноз менее вероятна. Тогда как в Женевском алгоритме субъективных признаков нет. В Женевском алгоритме есть признак возраста. И у пожилых больных алгоритм Женева работает лучше, чем алгоритм Уэллс. Но в любом случае алгоритм Уэллс позволяет выявлять от 40 до 60 процентов случаев, а в Женевском алгоритме до 70, чуть побольше. к сожалению, алгоритм Уэллс был разработан на стационарных пациентах, а алгоритм Женева на амбулаторных пациентах. Поэтому тут тоже есть свои определенные специфики, свои определенные разности. То есть это не значит, что мы 100% можем сказать, что у этого пациента есть это заболевание. Поэтому, когда мы обследуем больного, у нас стоят несколько задач. Прежде всего, это оценка клинической вероятности наличия заболевания, это оценка риска, риска смерти именно, то есть это риск смерти связан с тромбоэмболией во время госпитализации или в первые 30 суток. Вот что такое риск, риск смерти. Определение тактики лечения, оперативное, проведение тромболизиса или консервативной тактики. И поиск источников тромбоэмболов, так как от этого зависит профилактика рецидивов. Для того, чтобы определить индекс смерти, то есть определить, что же делать с этим пациентом, насколько тяжелые состояния этого пациента, АОСКИ в 2005 году предложил рассчитывать индекс ПСИ. В переводе он так и называется индекс тяжести легочной эмболии. И благодаря этому можно было оценить тяжесть этих пациентов. Но, к сожалению, эта шкала не позволяла определить, как надо лечить. надо ли проводить тромбоэмболизис. Индекс ПСИ есть оригинальная версия и есть упрощенная версия. Для практики, конечно, чаще применяются упрощенные версии. В оригинальной версии было предложено пять классов риска смерти. Первый и второй класс это низкий, третий это умеренный, четвертый и пятый это высокий риск. И считается, что высокими высокими классами это от третьего до пятого класса. Если взять упрощенную версию, то здесь рассматривается возраст более 80 лет это один балл, наличие онкозаболевания один балл, наличие хронической сердечной недостаточности один балл, ЧСС выше 100, давление ниже, систолическое артериальное давление ниже 100, и снижение сатурации крови менее 90. Если есть хотя бы один из этих признаков, то риск смерти высокий. Если нет ни одного признака, то риск смерти низкий. Риск смерти низкий меньше 1%, высокий больше 10%. Но помимо этого клиническая вероятность для оценки риска смерти тоже была разработана и предложена и оценивалась. Если есть наличие шока или артериальной гипотензии, то риск смерти высокий, более 15%. При стабильной гемодинамике риск смерти невысокий. Свою бытность он тоже был разделен на группу промежуточного риска от 3 до 15% и группу низкого риска менее 1%. Для определения риска смерти были предложены использовать как инструментальный метод исследования, так и лабораторную диагностику. Для инструментального оценивания дисфункции правого желудочка это или эхокардиография или же компьютерная томография, исследуя соотношение правого желудка больше 0,9 или больше 1, скорости трикоспитальной регулагитации или гипотензии свободной стенки правого желудка. Из биомаркеров используется повышенный сердечный интерпонент Т или Ай и мозговой натрий-уретический пептид или его концевой предшественник. И в зависимости от того, что мы получаем, была разработана Ставрос Константинитес, это греческий ученый, европейский, который был одним из участников, организаторов написания европейских рекомендаций по лечению легочной гипертензии, была разработана риск зависимой стратегии ведения пациента с тромбоэмболией. Для чего все это дело было придумано? Ну, высокий риск, когда есть шок или гипотония, когда есть высокий класс индекса PC от 3 до 5, есть признаки дисфункции правого желудочка по методу визуализации и повышения биомаркеров. Промежуточный, когда нет шока и гипотонии, но есть высокий класс индекс PC и наличие и биомаркеров и наличие дисфункции правого желудочка или это высокий промежуточный риск, а низкий промежуточный риск, когда или дисфункция или маркер. И низкий, когда нет ни шока, ни гипотонии, нет высокого индекса PC и в принципе нет необходимости изучать тогда и дисфункцию и повреждение миокарда, но если они изучаются, то соответственно они отрицательные. Для чего это было придумано? Это было придумано для того, что риск смерти определяет тактику лечения. Мы уже говорили, что индекс PC разработан для того, чтобы определить, что делать с этим пациентом, госпитализация, оказание интенсивной терапии, а риск зависимой стратегии определяет, надо ли этому пациенту проводить тромболизис. При высоком риске смерти тромболизис обязательно, если промежуточный высокий риск, то антикогулянтной терапии и тромболизис возможен, если промежуточный низкий риск, то тромболизис лучше не проводить. И при низком никакого тромболизиса, только антикогулянтной терапии. Почему же тромболизис? И почему именно вот такое отношение была риск посрединая стратегия развита? Ну, во-первых, сам тромболизис при тромбоэмболии лучной артерии был впервые проведен Броузом и Джеймсом в 1964 году. Они тогда использовали стрептокиназу. Это единственный тромболитик, который был на то время и получили достаточно неплохие результаты. Был проведен мета-анализ исследований, таких как Маппет, Айкупер, Райет, Эмпориор, и которые показали, что на фоне проведения тромболитической терапии существенно снижается риск смерти, существенно снижается рецидии у тромбоэмболии, но при этом резко возрастает риск больших кровотечений. Поэтому, когда говорим о тромболизе, то при промежуточном высоком риске мы, да, действительно улучшаем клиническую картину, мы спасаем жизнь пациенту, но, к сожалению, вырастает риск кровотечений, причем зачастую фатальных, и поэтому всем подряд тромболизик проводить не рекомендуется. Тромболизис, он улучшает выживаемость, выживаемость, он снижает рецидивы тромбоэмболии, он уменьшает объем тромботических масс в легочном русле и он снижает степень легочной гипертензии. И самое главное, что он не только снижает степень легочной гипертензии, но он также уменьшает риск развития постромботической легочной гипертензии. На этом основан его эффект и улучшение клинической картины. То есть, не просто спасение жизни, но и улучшение качества жизни. И если мы говорим про тромбоэмболизис при инсульте, у нас золотое время это 3 часа, инфаркт миокарда от 3 до 12 часов, то обратите внимание, при тромбоэмболии от 2 до 3 суток и возможно проведение до 14 суток. То есть при сохранении клинической картины и симптомов тромбоэмболии мы можем проводить тромбоэмболизис до 14 суток и при этом получать действительно значимое улучшение клинической картины. При этом, как уже говорил, проведение тромбоэмболизической терапии резко увеличивает риск кровотечения. Крупные кровотечения встречаются в 13%, а внутримозговые до 2%. Причем чем старше пациент, тем выше риск развития внутримозгового кровотечения. Это практически гарантированный летальный исход. Есть абсолютные противопоказания к проведению этой исследования и относительные. К абсолютному относятся это геморрагический инсульт или инсульт неизвестной этиологии. Это тяжелые травмы или оперативные вмешательства в течение предшествующих 10 дней. Это повреждение головы предшествующей 3 недели. Желудочно-кишечное кровотечение предшествующий месяц. И продолжающееся кровотечение. И к относительному относятся это прием антагонистов витамина К, это беременность или неделя после родов, пункции сосудов, которые невозможно прижать, травматичная реанимация, рефракторная артериальная гипертензия, тяжелые заболевания печени, эндокардит, пептическая язва или введение стрептокиназа более 5 суток назад. Но это обусловлено тем, что стрептокиназа из организма выводится методом образования антител. Поэтому повторное введение стрептокиназа, оно недопустимо, потому что чревато развитием различных реакций вплоть до анафилактического шока. И если мы проводили тромболизис стрептокиназа, то следующий, конечно, должен быть другой препарат из группы Альтеплас, по крайней мере. Но есть примечание, что в критической ситуации, когда тромбоэмболия представляет непосредственную угрозу жизни, любые абсолютные противопоказания являются относительными. Почему? Потому что шанс погибнуть у пациента 100% при нашем вмешательстве есть шанс спасти. И тут мы опять же сталкиваемся с нашими правовыми коллизиями. С учетом того, что Следственный комитет достаточно активно занимается врачами, ни один доктор не пойдет против закона, не будет рисковать своей должностью, иногда и своей свободой для того, чтобы спасти жизнь пациента. Вот наша современная реальность, к сожалению. Из препаратов, которые применяются и которые входят в рекомендации, три препарата. Это стрептокиназа, урокиназа и альтеплаза. Эти препараты могут вводиться либо ускоренной схеме в течение двух часов, или же в течение 24 часов. И в последние годы появилась работа по использованию тинектоплаза или металлиза у пациента с тромбоэмболией, но эти работы пока не нашли широкого отзыва и не вошли в клинические рекомендации. Есть отечественный препарат, это рекомендация проурокиназа, который разработан был в Чазовском институте в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов. Но, к сожалению, он тоже не входит ни в одни рекомендации, потому что для его введения в наши рекомендации необходимы многоцентровые, международные исследования. Ни одна ликфарма не допустит наш препарат на свой рынок, поэтому ему это не выгодно, и, соответственно, наши препараты в рекомендации также не войдут. Если рассмотреть вопросы лечения, то у нас несколько задач. Прежде всего, это предотвращение смерти пациента, это профилактика хронической поститромбатической легочной гипертензии и профилактика рецидива тромбоза. И в программу лечения входит у нас, прежде всего, это восстановление проходимости легочного русла, это или операция, или тромболизис, или же малоинвазивная операция, антикогулянтная терапия, респираторная и гемодинамическая поддержка и вторичная профилактика тромбоэмболии. Если рассматривать пациентов высокого риска, то как только ставим диагноз, немедленно необходимо начать антикогулянтную терапию нефракционированным гепаритом. Почему нефракционированным? Во-первых, он легче управляется. То есть ввели, через 4 часа оценили его возможности. Во-вторых, возможность проконтролировать его эффект. АЧТВ больше, меньше, и, соответственно, от этого мы можем дозу регулировать, больше или меньше. Для профилактики прогрессирования правого желудочка недостаточно, необходимо устранить гипотензию. Для этого у нас, как правило, вводятся препараты с положительным иммунотропным действием. Наиболее часто и активно используются допутамин или дофамин. Не рекомендуется агрессивная инфузионная терапия. И так, повышение давления в малом кругу, дополнительная жидкость ни к чему. Если проводится инфузионная терапия, то не более 500 мл за сутки. И при отсутствии противопоказаний пациентам необходимо проводить тромболизис. Если же тромболизис по каким-либо причинам противопоказан, то проводится или оперативное вмешательство, это хирургическая эмболоктомия, или чрезкожный катетер эмболоктомия и фрагментация тромба. А теперь обратите внимание на алгоритм обследования пациентов. Насколько он прост и насколько он минимален. Мы с вами говорили про клинику, мы с вами говорили про огромный дифференциальный диагноз, который необходимо проводить у этих пациентов. И насколько минимально возможны исследования при обследовании тромбоэмболии высокого риска. При наличии или подозрении тромбоэмболии с гемодинамической нестабильностью, непосредственно в постели больного проводим эхокардиографию, при выявлении дисфункции правого желудочка определяем показания к компьютерной ангиографии. Проводим компьютерную ангиографию. Если подтвердили, то лечение по алгоритму высокого риска. Если тромбоэмболии не подтвердили, то ищем другие причины. В плане лечения этих пациентов я уже говорил, что начинаем, как правило, с введением гепарина, это 80-70 кг веса. Обязательно исключаем острокоронарный синдром, для этого проводим электрокардиографические и эхокардиографические исследования. Обязательно проводим кислородную поддержку, респираторную поддержку, при необходимости интубации или переводной искусственной вентиляции легких. И по необходимости используем в азопрессах. Если состояние стабильное, то дальше проводим компьютерную ангиографию и определяем показания электромболиза в суде кооперации. Если состояние нестабильное, то в настоящее время появилась возможность использовать экстракорпоральную мембранную оксигенацию кожи, так называемую искусственную легкую, которая позволяет спасти жизнь пациента в первые сутки. Если же, скажем так, подключили ЭКМО, то тромболизис, конечно, уже противопоказан. Соответственно, дальше только оперативное вмешательство, которое позволяет провести или большую операцию, или же катетерную эмболоктомию. При отсутствии противопоказаний, то тромболизис, соответственно, проводим тромболизис. При обследовании пациентов с тромбоэмболией невысокого риска, здесь прежде всего оцениваем вероятность, то есть когда нет ни клиники шока, нет ни гипотонии, соответственно, мы прежде всего используем шкалу Женева и шкалу Уэллс, оцениваем клиническую вероятность. Если вероятность высокая, то по алгоритмам высокого риска. Если же низкая или промежуточная вероятность, тогда используем исследование Д-демера. Посмотрели Д-демер, если он негативный, то, соответственно, пациенту можно не связываться с дальнейшими вопросами диагностики тромбоэмболии. Если Д-демер повышенный, то, соответственно, решаем вопрос о компьютер-ангиопульмонографии. Если есть компьютер и подтверждение тромбоэмболии, проводим проведение антикогулянта. То есть вопрос о тромболизисе здесь не обсуждается. И дальнейшее лечение уже тромбоэмболии. Помимо нефракционированных гепаринов, возможно использование низкомолекулярных гепаринов. Для этого используются все препараты. Это иеноксапарин, тинзапарин, дальтапарин, надропарин и фондапаринус. Или коммерческое название его арикстра. Более широко известное. Как правило, эти препараты вводятся один или два раза в день в зависимости от массы тела и в зависимости от тяжести состояния схемы и дозировки, представленной на данном слайде. И в настоящее время, конечно, просто ворвались в клиническую практику это современные новые оральные или пероральные антикогулянты. Это такие, как апексабан, добикатран и ривароксабан. И, конечно, они тоже нашли свое место в лечении тромбоэмболии. Есть дозировки для лечения тромбозов. Апексабан принимается по 10 мг два раза в день. Добикатран принимается по 150 мг два раза в день. А ривароксабан по 15 мг два раза в день. 21 день, а потом переходим на дозировку 20 мг, как написано в рекомендации. Но мы уже не единожды на стенах нашего общества говорили, что ривароксабан, конечно, тоже лучше делить. То есть не 20 мг один раз в день, а лучше по 10 мг два раза в день. Тогда мы избежим вот этого риска кровотечения, которое присутствует в большой дозировке, и сделаем так, что в течение всех суток будет полноценно перекрывать этот препар. И профилактика тромбозов – это уменьшение дозы апексабана по 5 мг два раза в день, добикатран 220 мг один раз в сутки, а ривароксабан 10 мг или по 5 мг два раза в день. И здесь возможно при длительном приеме этих препаратов уменьшение дозировки практически в два раза. В острой фазе принимаем, то есть препараты, пероральные препараты, антикоагулянты, являются препаратами первой линии, но при их противопоказании к этим препаратам альтернативой являются антагонисты витамина К, то есть варфарин. При постоянном лечении по прошествии трех месяцев необходимо оценить риск повторной тромбоэмболии. И в последних рекомендациях, вот 2019 года, Европейское общество кардиологов, как раз введена классификация риска повторной тромбоэмболии. Введена категория низкого риска, менее 3%, промежуточного отреза до 8% и высокого риска рецидива. Высокий риск – это больше 8% в год. Пациентам с умеренным риском смотрена, рекомендована продленная антикоагулянтная терапия. Если у пациента имеется антифосфолипидный синдром, то выбор за препаратом выбора является варфарин. И если пациенты получают апексабан или ривороксабан, то для вторичной профилактики через 6 месяцев дозировка препаратов может быть снижена вдвое. То есть апексабан 2,5 мг 2 раза в день, ривороксабан 10 мг в сутки. И вот это классификация категории риска повторных эпизодов. Низкий риск – это, как правило, большие транзиторные или обратимые факторы, которые увеличивают риск тромбоза в более чем в 10 раз. Это операция с общей анестезией, более 30 минут. Это постельный режим больше 3 суток, стационария из-за острого состояния или травма с переломами. Промежуточный риск – это, когда имеются обратимые транзиторные факторы, увеличивая риск менее чем в 10 раз. Это малая хирургия, это госпитализация менее 3 дней, связанная с острым состоянием. Это прием астрогенов, беременность, послеродовый период, постельный режим более 3 суток, вне стационара, травмы, переломы, или же длительный перелет, и наличие воспалительного заболевания, или наличие аутоиммунного заболевания. И высокий риск рассматривается тогда, когда есть или активный рак, или один и более эпизодов тромбоэмболии при отсутствии больших, приходящих или обратимых факторов риска, если у пациента имеется антифосфолипидный сниров. В этих ситуациях антикогулянты принимаются по жизни. Отдельно рассмотрены особенные категории, это тромбоэмболии у онкологических пациентов. Здесь рекомендовано в качестве альтернативы низкомолекулярным гепаринам ревороксабан или едоксабан, кроме онкологических заболеваний, желудочно-кишечного тракта. Отдельно прописано введение тромбоэмболии при беременности или в послеродовый период. В частности, специально оговорено, что у беременных исследование дедимера также обязательно, несмотря на то, что он у них будет изначально повыше, но дедимер тоже является показателем в связи с теми отрезными точками, о которых мы с вами говорили. При выявлении тромбоэмболии высокого риска у пациентки, у беременной, должно быть рассмотрение возможности проведения тромболизиса. При гемодинамической нестабильности желательно исключить эмболию амниотической жидкостью. И самое главное, что современные пероральные антикоагулянты, они при беременности противопоказаны. При длительном наблюдении за пациентами мы уже говорили, что возможно оценить необходимость снижения дозы, а для этого возможно оценить состояние пациентов. при необходимости посмотреть в том числе и уровень по BMP. И в зависимости от этого уже определять нашу дальнейшую тактику лечения. При необходимости с подозрением или с фактором риска развития хронической посттромботической легочной гипертензии необходимо выполнить эхокардиографию. И при выявлении легочной гипертензии необходимо провести трофизионную вентиляционную эсцинтиграфию. Почему? Потому что давление повышено и на фоне высокого легочного давления крайне сложно определить, что же является причиной повторной рецидив тромбоэмболии или же наличие именно хронической посттромботической легочной гипертензии. При выявлении участков, где дефект перфузии не совпадает с дефектом вентиляции, соответственно, пациенты должны быть переданы специалистам по хронической легочной гипертензии. И альтернативой нашим терапевтическим методам лечения, то есть тромболизису, это является хирургическое лечение. Выделяют эндоваскулярные вмешательства, такие как трансференозная эмболоктомия, разрушение тромба с помощью ангиографического катетера, подробление тромба с помощью ротационного катетера, это местный тромболизис, который не имеет преимущества перед системным тромболизисом, это баллонная ангиопластика, которая преимущественно применяется при посттромботической легочной гипертензии, и постановка кава-фильтра. И хирургические вмешательства большие, это эмболоктомия открытая, или тромбэндотерэктомия при хронической и посттромботической легочной гипертензии. И прописаны рекомендации по имплантации кава-фильтра. Прежде всего, основные показания – это флотирующий тромб, это профилактика тромбоэмболии у пациента с венозным тромбозом перед операцией, это состоявшиеся тромбоэмболии у пациента с подтвержденным тромбозом в системе пола и вены, это повторные тромбоэмболии с неустановленным источником, это противопоказания к антикогулянтной терапии, это наличие активного кровотечения или риск жизни угрожающего кровотечения. Но при этом следует обратить внимание, что рутинная установка кава-фильтра не рекомендуется, это раз. Желательно устанавливать именно съемную модель, потому что сам по себе кава-фильтр может провоцировать развитие тромбозов. И, как правило, кава-фильтр может быть установлен у пациента с тромбоэмболией при наличии абсолютных противопоказаний к назначению антикогулянтов, а также у больных с повторной тромбоэмболией, которая возникает на фоне адекватно подобранной антикогулянтной терапии. И не стоит забывать о немедикаментозном лечении, то есть о профилактических мероприятиях, которые способствуют тому, чтобы не образовывались тромбы в венах нижних конечностей. Все широко разрекламированные или медикаментозные препараты, которые так называемые венотоники, которыми просто заполнены наши аптеки, они в данной ситуации никакой роли не играют. Крайне слабое действие, и, конечно, здесь самый оптимальный вариант – это эластическая компрессия нижних конечностей. Для этого у нас есть эластическое белье, гольфы или чулки, или же эластичные бинты. При телеангиоктазеях или ретикулярном варикозе трикотаж – первая степень компрессии, при варикозной болезни – второй класс, если имеется посттромбатическая болезнь нижней конечности – это второй, третий класс. Но самое главное, надо помнить то, что нет необходимости носить белье круглосуточно. Можно на ночь снимать, то есть ночью, чтобы ноги отдыхали от этого белья. И самое главное указание, что эластическая компрессия с эластичными бинтами допускается только специально обученным персоналом. Потому что вне, скажем так, обученных руках или когда пациент сам себя бинтует, мы можем больше навредить, чем помочь. Бинты скатываются, образуются жгутики и передавливают вены. На этом фоне как раз тромбозы и образуются у нас. Поэтому только специально обученный медицинский персонал – медсестра или врач фребоза. Глубоко уважаемые коллеги, готов выслушать ваши вопросы. Спасибо за внимание. Вопросы у нас. Так, давайте посмотрим. Да, спрашивайте. В зависимости от того, что у пациента есть устранимые факторы или не устранимые. Если была операция, если была беременность, ситуация прошла 3 месяца. После 3 месяцев… Просьба повторять вопрос, потому что у нас аудитория слушает не только здесь. Вопрос состоял, как долго надо принимать антикогулянты. Я еще раз повторяю, что антикогулянты назначаются в зависимости от клинической ситуации. Если есть устранимые причины, то антикогулянты принимаем 3 месяца. Если причина не устранимая, то есть если наличие онкозаболевания или наличие тромбофилии, которая влияет на эти вещи, то принимаем по жизни. Так. У людей каких профессий тромбоэмболии встречаются чаще, чем других? Чаще встречаются у людей стоячих профессий или те, которые длительно обездвижены. То есть те, которые работают за компьютером, которые не встают, не делают разминку, не проводят гимнастику. Где найти такого специалиста в Питере? Ну, в Питере полно специалистов. В Питере очень много специалистов, которые занимаются этой проблемой. Это и Алмазок, и Центр, это и Военно-Медицинская Академия. Поэтому проблемы достаточно интересные. Да, не проблема. Судороги характерны для ВБН. Вопрос. Ну, венозного тромбоза, я так понимаю. Я бы не сказал. Это не совсем так, потому что причина судорога достаточно много. Это и различные электролитные нарушения, это и сахарный диабет. Не всегда это связано с тромбозом. То есть судороги не являются основной, скажем так, паткадемоничным признаком венозного тромбоза. Экран можно вывести полностью? У нас что-то как-то... Так, хотя я тут не соглашусь, они бывают при тромбозе. Бывают. Еще раз, это заболевание хамелеон, о чем мы с вами говорили. Так, еще вопросы. Да, конечно. Каким за болезнью? Онкозаболевание. А, в третьем. Вопрос из зала. Надо ли давать антирагулянты онкобольным? Как благопринимать их? Вопрос достаточно непраздный. Почему? Потому что в зависимости от того, что есть у этого пациента, если у него есть склонность к тромбозам или какие-то проявления тромбозов, тогда антирагулянты обязательно и по жизни. Если же признаков тромбозов нет, то крайне сложно сказать, надо ли их применять. Потому что это требует дальнейшего исследования, честно говоря. Влияет ли уровень тромбоцитов на частоту тромбоэмболии? Косвенным методом. То есть это не напрямую. Это не значит, что чем больше тромбоцитов, тем выше, скажем так, тромбоэмболии. Но склонность к тромбозам при наличии тромбоцитоза, конечно, она выше, чем в обычной популяции. Как практически диагностировать тромбофилию? Какой должна быть тактика при положительных результатах новорожденной тромбофилии? Ну, во-первых, проводятся исследования, генетические исследования. Многие лаборатории это проводят. И еще раз повторяю, что есть даже специальность гематолог-поагуолог, который занимается этими проблемами. А вот что с этими пациентами делать при врожденной тромбофилии, это крайне нерешенный вопрос. Гены есть, склонности к тромбозам нет. Гены, скажем так, есть, склонность к тромбозам есть. Тогда мы понимаем, что даем антикоагулянты обязательно. Если, опять же, на наличие каждого вида тромбофилии свой препарат. Кому-то антикоагулянты, а кому-то достаточно банально аспиринт. Опять же, это все зависит от того, какой имеется генетический дефект у этих пациентов. Так. Если у больного посттромботической болезни нижних конечностей после перелома уже 2 года принимает СРЛ, 5 мг 2 раза в день, носит компрессионное белье, назначен еще тромбовазин 402 раза в день. Как Вы относитесь к этому препарату? Надо ли его принимать вместе с СРЛ? Ну, ни в одни рекомендации тромбовазин не входит. Это раз. Поэтому, если принимаете СРЛ, то лучше подобрать оптимальную дозу и ввести на одном препарате. Так, еще вопросы. Ну, хорошо. Поскольку не предвидится выступающих, я позволю себе тогда сделать некоторые заключения. Доклад, конечно, такой очень всеобъемлющий. Последнюю часть я бы ее в виде каких-то прямо рекомендаций сдал, потому что там просто алгоритмы действий. Вот. Но в целом у меня, конечно, очень много вопросов, которые, может быть, не имеют сегодня решения, но, тем не менее, их надо ставить. Первый вопрос модный сегодня. Может, нам хватит уже смотреть на Запад? Может, нам надо свои какие-то вещи делать? Потому что то, что они пишут, это просто ни в какие ворота не лезет. Но наши рекомендации списаны с западных. Я об этом. Потому что, смотрите, ну вот кто-то тут прям вопрос. К Сарелту 5 мг 2 раза в день. Это плацебо. Просто можно не принимать. Это доза, которая не работает вообще. Меньше 10 мг 2 раза в сутки он не работает, этот препарат. Кто назначил? Почему? А в инструкции написано. А в инструкции, я вам скажу, мы вот сейчас проводили конференцию пожилобольное качество жизни и сделали резолюцию. И в этой резолюции написали, поскольку разные специалисты несколько раз прошлись по прямым моральным антикоагулянтам, мы написали, что надо вносить изменения в инструкцию. Надо прекращать слушать то, что нам Бигфарм всовывает. Ведь то, что они вам тут говорят про дозы и кратность, это чистый маркетинг. Ничего больше за этим не стоит. Препараты, антикоагулянты все, кроме гепарина, нужно принимать и делать два раза в сутки. У них у всех 12 часов времени полужизни. А вы показываете данные зарубежно о том, что один раз в сутки. А я вам хочу сказать, что с академиком Савельевым мы дрались физически. Он меня пытался избить в кабинете первого заместителя министра здравоохранения Российской Федерации. Потому что он, пользуясь данными о компании и протаскивая эти данные, занижал в два раза дозу антикоагулянта во всех рекомендациях. А мы с Баркоганом стояли на том, что есть доказанные дозы, работающие дозы. А есть дозы, которые рекомендованы компанией. И это две разные совершенно не связанные ипостаси. И кончилось это противостояние тем, что они издали свои рекомендации, а мы издали свои рекомендации. У нас с самого начала существовало двое рекомендаций. В их дозировках была низкая, неэффективная, а это значит, что они убивали больных, давайте же говорить своими именами, давая низкие дозировки. А мы рекомендовали нормальные дозировки и соответственно мы считаем, что мы спасали жизнь. Значит, вопрос на самом деле не праздный. Я не знаю, как из него выходить. Но мы должны все-таки говорить о том, что рекомендации пишутся под диктовку продажников, под диктовку маркетологов. И поэтому нужно критически оценивать все то, что сейчас происходит. Нужно внимательно читать, что написано в статьях. Потому что в статьях часто написано не то, что потом оказывается рекомендация. Но я уже здесь как-то рассказывал про железодефицитную анемию, которая в наших российских рекомендациях сейчас получила рекомендацию давать маленькие дозы на основании якобы западных исследований и якобы рандомизированных оказалось, что все вранье. Они просто писали английские рекомендации гастроэнтерологов. А те в свою очередь основаны на том, что девочкам в Африке давали препараты один раз в день или один раз в день или один раз в неделю или два раза в неделю. Не нашли разницы. Но не девочкам железодефицитная анемия, а девочкам в Африке разница понятна или нет? То есть они кормили девочек, которые недоедали мясо препаратами железа и у них не было разницы. А железодефицитная анемия они так не лечили. Но это легло в основу гастроэнтерологических рекомендаций по железодефициту в Англии и было переписано нашими отечественными учеными из гематологического научного центра, к сожалению, которым руководил мой отец. И теперь у нас вдруг появились рекомендации давать маленькие дозы железа. Правда, они забыли написать, там есть работа, что если давать маленькие дозы, то нужно не месяц кормить, а три. Ну, это же пустяк, подумаешь, чтобы получить тот же эффект. Вот, но все-таки нужно очень внимательно это все смотреть. И мы сегодня вообще говорим о том, что медицина основана на доказательствах, которая пришла к нам из-за рубежа, она уже скончалась. Они же сами ее и убили, когда вышел Трамп и сказал, что надо всем с ковидом давать хину. На этом медицина закончилась, основанная на доказательствах. Доказательством было заявление Трампа. И весь мир стал покупать этот гидрохлорохин и всех кормить. Потом выяснилось, что он не работает, а может работает, о чем мы говорим. Что это за методология такая, которую можно просто пинком под зад послать на весь мир. И все хорошо. Вот, поэтому мы все-таки стоим на патогенетических каких-то вещах, на театропной терапии, на опыте, кстати говоря. Вы же знаете, что у нас из технологий, которые мы используем в медицине, не исследованы в рандомизированных исследованиях 90 с лишним процентов. Не исследованы. А те, которые исследованы, они противоречат сложившимся нашим подходам. Например, вы знаете, как лечить аппендицит? Все знают. товарищи в зале, вы знаете, как лечить аппендицит? Скажите мне, пожалуйста, громко скажите. Аппендиктомия, кол, антибиотики. И это доказано. Это доказано абсолютно. Эффективность лечения аппендицита антибиотиками равна эффективности оперативного пособия. А если я вам напомню, что процентов 70-80 90 аппендиктомии выполняется на катаральном аппендиците, то есть его нет никакого аппендицита. А если я вам еще хуже скажу, вы знаете, что аппендицит исчез? Нейт такой болезни сегодня. Вот она вчера была, это было 80%, если я правильно помню, оперативных вмешательств любого обычного хирурга. А сегодня, у меня сегодня нет такой болезни. Ну нет, ну конечно она встречается, я так условно говорю, но она исчезла. Почему? Куда она делась? Потому что антибиотики все направо-налево дают, вот и нет теперь стрептококка. Туда же делся ревматизм у нас с вами, вы помните, да, что болезнь исчезла. Ну и где же тут доказательная продажная девка? Вспоминая продажной девки, не могу не отметить вопрос тромбофилии. Значит, ну во-первых, вы показали третичные источники Панченко и Панченко Вой и компании о том, что часто встречаются генетические тромбофилии, причем встречаются, она забыла сказать. Но я вам напомню, что все генетически известные тромбофилии встречаются в популяции с частотой около 10%. Это понятно, нет? Каждая из них у 10%. Если 10% страдают тромбофилии, то почему же мы все не сдохли давно от тромбоза? Либо они не имеют никакого значения, а это так, либо что-то здесь неправда. Другое дело, что мы знаем только часто встречающиеся тромбофилии, 5 или 7, я сейчас не вспомню схода. А редких мы не знаем, потому что их никто не изучал. Все разговаривают про часто встречающиеся. Мы специально проводили, правда, довольно давно, можно это повторить, исследования по влиянию, по выявлению тромбофилии в клинической практике. Да не работает, нет ничего, чтобы доказывало их клиническое значение. как факт интересно, как клиническое значение, я не знаю, вы, кстати говоря, тоже не показали. Вы просто сказали, что они часто встречаются, так они часто встречаются, значит, может быть, они не так значимы, если они часто встречаются. А нам это навязывали, меня в свое время, я тоже был любителем, но, правда, давно уже, меня одернули, я сначала не поверил, потом стал смотреть, действительно, нету, нету данных о том, что они встречаются чаще при тромбоэмболии и реже, например, у больных без тромбоэмболии. Другое дело, что сочетание, например, тромбофилии с каким-либо другим фактором риска, наверное, может быть, более часто дает тромбоэмболии, но желательно было бы это все посчитать в циферках, а не рассуждать. Почему-то вы не сказали, а я знаю, почему вы не сказали, о том, что инфекции любые, включая вирусный грипп, потому что я уж не говорю про ковид, являются факторами риска тромбоэмболии. Они все являются, и у нас в рекомендациях, в гости у нас есть гост, еще по профилактике тромбоэмболизма, и там четко прописано, любые вирусные инфекции являются, ну, респираторные я так скажу, четче скажу, потому что про гепатит не буду врать, но любые респираторные вирусные инфекции являются а дальше задается вопрос, а если это фактор риска, то что? А это значит, что надо давать антикоагулянты. А если это больной не с активным раком, я не знаю, что такое активный рак, откровенно скажу, просто не знаю, что распадающийся рак, что это четвертая стадия, что это такое? Не, не, я не к вам, это там так написано. Это написано так, что прочитать это нельзя. Что такое активный рак? Непонятно. При том, что мы прекрасно понимаем, что рак всегда вызывает тромбоз. Более того, тромбозы и тромбоэмболии бывают первыми признаками рака. Это же классика жанра, когда мы ставим диагноз рака на основании того, что у больного рецидивируют тромбоэмболические осложнения. Так вот, больной с опухолью заболевает гриппом, и вы ему обязаны дать антикоагулянт. Вы обязаны дать антикоагулянт, потому что потом локти кусать будете. Вы найдете это в рекомендациях? Нет. Но сделайте. Тем более, мы сейчас с вами видим, сколько людей померло от тромбоэмболии после прививки, на фоне ковида, в постковидном периоде. Это же ужас. Это же эпидемия тромбоэмболии легочной артерии прошлась. И она будет продолжаться, потому что процесс еще не закончился. Это никак не связано, я напомню, с тяжестью ковида. Сначала писали, вот при ковиде, тяжелом там, да ничего подобного, не при тяжелом, тоже тромбоэмболии, внезапной смерти. Сколько таких случаев? Это все тромбоэмболии. Любимая тема с гормональными котроцептивами. Об этом в свое время начал говорить еще Зинаи Соломонович Баркоган, мне кажется, как бы не в 70-е годы. Ну уж точно в начале 80-х. Я просто не знаю, когда они появились, но я вот сколько себя помню, сколько я слушал Зинаи Соломоновича, я столько эту тему знал. Потом выяснилось, что она на самом деле тоже довольно интересная. Оказывается, риск повышается тромбоэмболии только в первые 2-3 месяца с начала приема контрацептивов. А потом это все снижается до обычного риска. Поэтому самая тяжелая ситуация, это когда люди начинают контрацептив. Потом вроде все устаканивается. Ну в этой ситуации, я не знаю, конечно, надо ли контрацептивы заедать или кис. Но в общем тема существует. А вот опять же, есть ли сочетание начала приема контрацептивов и женщина полетела на самолете, риск возрастает сумасшедше. Сумасшедше. То есть сочетание двух-трех факторов, чего ни в одной рекомендации здесь у вас не было, насколько я видел. Я не видел вот этих вот сочетаний. А несколько факторов, они дают очень высокий процент риска тромбоэмболии. Я не знаю, я могу много говорить про тромбоэмболии, тем я уже писал в социальных сетях, у меня это любимое, я ей много лет увлеченно занимаюсь. Но наша задача с вами все-таки врачей предупредить и рассказать им о том, что это все можно предупредить. Да, о, я надеялся, что вы ни слова не скажете про кавофильтр. Вы все-таки сказали. Кавофильтр не ставится, друзья мои. Это была тоже тема академика Савельева, он с этого начинал, он здесь выступал, рассказывал о том, как кавофильтр препятствует тромбоэмболии, потом выяснилось, что на нем на самом растут тромбы, которые благополучно вызывают тромбоэмболии. И уже лет 15 назад зарубежные товарищи сказали, что ставить кавофильтр можно только в одном случае. Это единственное показание, оно у нас в гости четко прописано. Это неэффективность нескольких смененных антикоагулянтов. Только в этом случае можно прибегать к кавофильтр. Все остальное не надо этого делать. И, как было совершенно справедливо замечено, кавофильтр может быть только временным и обязательно должен быть удален. Иначе он становится источником, ну, кроме того, что он превращает вены, черт его, а что, да, он становится источником тромбоэмболии. У нас не удаляют кавофильтр. Вот сколько я знаю больных, сколько я их видел, а сколько я их видел, не удаляют кавофильтр. Это безобразие. Кавофильтр это временная помощь на период острый, когда у вас сыпятся повторные тромбоэмболы, вы применяете один антикоагулянт, второй антикоагулянт, ничего не получается. Вот, но на счастье нам действительно пришли вот сейчас оральные антикоагулянты, это новое слово, это просто переворот. И Зинович Славоныч до них не дожил, он мечтал о фондопариноксе, который мы сюда втаскивали, да, ингибитор, прямой ингибитор десятого фактора, а уже оральные антикоагулянты появились после него, и это, конечно, совершенно другая жизнь. Я вам хочу сказать, что мы вот острого ковида и постковидного синдрома сейчас провели уже 6,5 тысячи, может, больше больных дистанционно, мы всем назначаем подряд антикоагулянты, за редким исключением, когда есть кровотечение, тогда мы солидексид даем. Вот, и мы не видим никаких геморрагических осложнений. Единственное, мы всем отменяем НПВС и, не дай бог, аспирин. Это категорическая требность с первых часов, то есть мы говорим, если вы будете принимать антикоагулянты, отнимите, уберите НПВС. Потому что сочетание двух антикоагулянтов и антиагрегантов это очень высокий риск кровотечения. И в наших рекомендациях гнотовских там это все прописано. Вот, но если мы не даем НПВС, мы не видим. Мы не видим ничего. И рассказки про то, что это страшные риски, мы не видим. у нас был один случай желудочно-кишечного кровотечения, но мы сразу просто прекратили препарат 12 часов живет. И в общем-то мы даже не госпитализировали больную, хотя там четко совершенно с миленой, все, с болями. Ну, мы не можем госпитализировать, мы можем только посоветовать, мы ей посоветовали, конечно, госпитализацию, но она решила дома и все прошло. Да, бывают геморроидальные кровотечения, ну, бывают, но подумаешь проблему, мы прекратили, да и забыли. Никаких профузных крючей, никаких инсультов, мы ничего не видели. Уж мы бы, нам бы точно сказали бы, если, не дай Бог, что-нибудь произошло, потому что нас-то под лупы все рассматривают, как же так, вы дистанционно больных лечите. Нету? Вот, поэтому я очень вам благодарен за доклад. он расставляет точки над И, и мы эту работу будем и дальше продолжать, это не первый, не последний, и вы здесь упоминали вашего предшественника, который здесь же рассказывал не раз про тромбоэмболию, которую мы, кстати говоря, тоже привлекали к разработке этого ГОСТа нашего, да, он, кстати, здоров, якобы, здоров, да, ну, если вы его увидите, передайте, он здесь всегда ходил раньше, и как бы мы с ним даже иногда тут пикировались на трибуне бывало, вот, ну, в общем, тема, как бы, она остается важной, интересной, нужной, и вопросы профилактики, они будут и дальше важны, нам нужно разрабатывать алгоритмы, потому что, вот, вы сами сказали, что нету алгоритмов по-хорошему, как предсказать, как доказать существование, та математика, которая из запада приходит, она очень плохая математика, один плюс один у вас там в табличке было, один плюс два это возраст был, а второй был пульс выше, там, не помню, семиспятишек, и у вас что, уже тромбой болеет? Ну, 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 смешно, ну, хорошо, я понимаю, что весь мир так живет, но надо, надо начинать как-то уже разумно к этому подходить, кровохарканье у вас там было равно возраст, хотя мы все понимаем, что если у больного кровохарканье, то это, конечно, тромбой болеет, да, ну, воспаление легкое, все-таки, а? Не, ну, не факт, но не один же балл, ну, слушайте, ну, если мы видим какое-то изменение плюс кровохарканье, вот, ну, ладно, это, тут опять вопрос, в какие стационары должны скорые вести больных стромбоэмболии, скорые мощные стационары, какие? Не знаю, в инфарктное отделение, наверное, да, куда еще можно? Ну, в реанимационное, ну, да, да, ну, я говорю инфаркт, но скорее я бы втащил по инфарктному пути, потому что он сейчас отработан, этот путь, и там есть интенсивная терапия, всегда можно поставить диагноз, провести дифференциальный диагноз, на самом деле же еще, как правило, надо с инфарктом, и уже оттуда танцевать, потому что специальных отделений по удалению эмболов, я не знаю, это каждый раз эксквизит какой-то начинается, есть хирург, хорошо, нет хирурга, нет, а кто сегодня владеет тромболизисом? Инфарктное отделение, это их хлеб, они с утра до вечера только этим и занимаются, и препараты есть, и умеют они это делать, поэтому я бы так, ну, предложил бы, если что, тащить в кардиологию, ну, в интенсивную терапию, конечно, да, кардиология, отлично, хорошо, спасибо всем за присутствие, за участие, за вопросы, и еще раз спасибо за доклад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, Продолжение следует...